Наличие детей обеспечивает гражданам России право на оформление налогового вычета, которое можно получать до достижения ребенком совершеннолетия, либо если он является студентом очного отделения вуза до 24 лет. Это закреплено законодательно в статье 218 Налогового кодекса РФ, общее понятие о налоговом вычете. Налоговый вычет – это денежная сумма, на которую можно уменьшить налогооблагаемую часть дохода, т. е. Налог высчитывается из заработной платы минус эти средства, благодаря чему появляется возможность увеличить семейный бюджет и сделать накопление для покупки квартиры в новостройке. Существует несколько стандартных налоговых вычетов, эта разновидность входит в их число. Если в семье двое несовершеннолетних, причем неважно родных или усыновленных, родителям полагается дополнительно 1400 рублей в месяц. Если детей трое и больше, от 3000 рублей, – конкретная сумма зависит от региона. Если один из детей имеет инвалидность, налоговый вычет на него составляет 6000 рублей в месяц. Ежемесячная часть дохода, с которой платится 13% налога, уменьшается на эти суммы, т. е. в результате семья отдает казну государства меньше. Система приостанавливается, когда заработная плата переваливает через отметку 350 тысяч суммарно. Таким образом, если оба родителя официально трудоустроены и у них имеется один ребенок, налоговый вычет будет равняться 8736 рублей в год. Если детей двое и среди них нет инвалидов – до 18096 рублей. Закон не делает различий между родными и усыновленными детьми. Но получить средства могут только те, кто официально трудоустроен. Если родители состоят в разводе, налоговый вычет полагается обоим. Для того из родителей, который живет отдельно от ребенка, обязательным условием будет выплата алиментов. Например, есть семья Маша и Паша. У обоих есть по ребенку от прошлого брака, а общих детей нет. Ребенок Маши живет с ней и Пашей, а ребенок Паши – с его бывшей супругой и ее новым мужем. Паша платит алименты. При таком раскладе налоговый вычет Маша и Паша будут получать за обоих несовершеннолетних детей 2800 рублей ежемесячно, хотя фактически у каждого из них имеется по одному ребенку. А если у них они родят общего младенца, с точки зрения налогового кодекса, он будет считаться третьим. Интересные нюансы. Озвучено Яндекс.Спичкит. Если кто-либо из родителей подает заявление об отказе от налогового вычета, второй имеет право получать вычет за отказавшегося. Это не касается случаев, когда мать находится в декретном отпуске. Матери-одиночки имеют право на двойной вычет за каждого ребенка. Но если она создаст новую семью, выплаты станут одинарными. Бухгалтерия не предоставляет средства автоматически, для оформления нужно собрать пакет документов и написать заявку. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Если ранее вы не были в курсе возможности оформить налоговый вычет, бухгалтерский отдел пересчитает вам его от начала 2020 года и выдаст разницу в день очередной зарплаты. Когда ваш ребенок достигает возраста 7 лет, вооружившись справкой 3НДФЛ, вы имеете возможность получить вычеты начиная с 2017 и по текущий момент. При условии, что ранее вы этого не делали. Что входит в пакет документов? Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Список документации, необходимый для оформления вычета. Копия свидетельства о рождении или усыновлении ребенка. Копия свидетельства о браке или копия страницы паспорта со штампом о браке. Если вы рассчитываете на двойной вычет, требуется приложить заявление второго родителя об отказе от него. Если вы родитель-одиночка, потребуется копия свидетельства о смерти второго родителей или справка из ЗАГСа НОР-2. Справка из университета, подтверждающая очную форму обучения студента. Справка об инвалидности ребенка. Справка 2 НДФЛ из бухгалтерии нынешнего или прошлого рабочего места, с прошлого, если вы в течение года меняли работу. Чтобы оформить налоговый вычет, нужно собрать документы, написать заявление и подать их вместе. Если вы хотите получить вычет за текущий год, документы подаются в бухгалтерию компании, где вы работаете. Если хотите получить за последние три года, стоит обращаться в ФНС и к вышеописанным документам приложить справку 3 НДФЛ. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Этот выпуск был создан по материалам Дзен-канала Риалтерские технологии. Ссылка в описании ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok